Четверка 11.00. Футбольное поле летнего оздоровительного лагеря «Мечта» стало местом притяжения любителей спорта. Здесь Белшина-2 на выезде встретилась с местными талантами. Прежде всего, это именно для молодежи, чтобы они подтянулись к футболу. Тем более, вы знаете, что сейчас этот компьютерный век, что они сидят все дома, нету такого дворового футбола. Легенда золотого состава красночерных Андрей Хрипач пояснил, даже в товарищеском матче молодежка старается атаковать. И это приносит плоды. В конце первого тайма счет 1-2. 14-летний защитник «Мечты» называет забитый гол Белшине фантастикой. В шести лет уже играю в футбол, в Белшине 2005. Правый защитник. У них преимущество – это физическая форма и то, что они профессионально занимаются футболом. А мы не все профессионально. Тут человека 3-4 максимум. Азарт или ошибка гостей? Но конец второго тайма завершился в ничью. Серия пенальти тоже не определила лидера. Товарищеский матч, как и планировалось, дал возможность поучиться технике у профи, а последним – вдохновиться азартом любителей. Понятно, что им не хватает техники, но в энтузиазме обходят немножко или нет? Конечно, конечно. По желанию у них, я думаю, вагон. Вагон на 2-3 точно выше нас. Выезды молодежки на подобные мастер-классы и дальше будут чередовать с основным составом. Когда будет следующая встреча с юными бобручанами, в клубе пока не сообщили, но заверили – традиция сохранится. Ангелина Дикун, Дмитрий Шевцов, Бобруйск, 360.